Господа, добрый день! Меня зовут Музалейский Денис. Сегодня мы завершаем длительные тесты кайта джин из Килмо. Несмотря на то, что это кайта предназначена для катания зимой, мы находимся на кайта фаре Кайтворд в Египте. И, как оказалось, неплохие условия для того, чтобы кататься на кайтах типа парафойл. Кайты джин всегда отличались высоким качеством, на самом деле. Наверное, одним из самых высоких индустрий. Джин из Кимо никаких исключений. Применяются самые дорогие материалы конструкции. Много маленьких мелких фишечек, вроде всяких кармашков, липучечек на кайте для того, чтобы вытрясать мусор и так далее. Кайты джин традиционно поставляются в рюкзаках отличных от других, от тех брендов, которых мы еще можем видеть. У нас рюкзак представляет из себя некий такой полутрекинговый вариант. У него анатомичные лямки, специальная спина, даже написано, что какая там антипотовая, чтобы не запотевала спина или легче скатывался пот. Наверное, по ней какая-то здесь у нас спинка. Есть и поясные лямки с держательными под смартфоны, как они пишут. Есть грудные лямки. Даже предусмотрены специальные, отверстия психиграции. Это для того, чтобы вы могли вставить внутрь питьевую систему. Увести трубочку, если не едете не первые час, а там пять, хотите попить, то вы так делаете, не останавливаясь прям во время движения на кайте. Мне очень нравятся планки от компании джин. Единственное, что хотел бы мне поменять, это немного уменьшить общий диаметр планки. Мне кажется, что она чуть-чуть великовата, чем не хотелось бы, хотя, наверное, это какой-то разговор уже о микронюансах. Само покрытие очень мягкое, очень приятное. Боковины также выполнены из какой-то мягкой такой вспененной резины. То есть, в руках это все ощущается, ну, просто божественно. Вопрос в том, что в перчатках и зимой, конечно же, вы не обратите никакого внимания. Стропады Power убраны у нас в оплетку. Надо будет проверить, кстати, как она будет работать в сильных условиях. То есть, будет ли она сильно дубеть или нет. Если сильно дубеет, то это будет немного мешать управлению, но надеюсь, что в компании Джин к этому вопросу подошли правильно, используют правильные материалы. Чикинглуп стандартный, как и все предыдущие годы, что мы видели на предыдущих каретах Джин. Работает она система страховки, скажем так, движением от себя. Все быстро, очень легко расчековывается. А вот собирать, опять же, будет вам непросто. Вот мы постоянно ругаем такие системы, которые собираются не интуитивно, просто и понятно. Приходится что-то как-то подбрасывать. Но, тем не менее... Ну, сколько мне понадобилось? Да, секунд пять, чтобы с ним разобраться. Сделал я это сегодня первый раз. Помимо этого, палец слегка съемный. Его можно убрать, если вы хотите кататься без него. На нем написано, что он поддерживает катание как летом, так и зимой. Он мягкий. Специальное место есть из сгиба. А нижняя часть жесткая. То есть, говорит о том, что гайд будет надежно вас держаться. И те варианты, когда он с вас слетает и вы все снимаете, эти варианты, конечно, будут уменьшены. Вертлюб непосредственно интегрирован в чикинглуп. Это, кстати, удобно. И есть система фиксации чикинглупа в планке, если вы снимаете с крюка. Отдельно хотел бы еще добавить, что стропы имеют разный диаметр. Видно, что у нас центральные стропы толще, чем боковые. И в инструкции написано, что центральные стропы каждые выдерживают по 600 кг. Это очень много. Боковые по 300, по моей памяти. И по центру идет еще пятая стропа. Надо не забывать, что кайта у нас этот пятистроп. Купол по конструкции обладает небольшим относительным удлинением. То есть, вот такой, скажем, в небе выглядит бочкообразный. Это сразу говорит о том, что он предназначен для того, чтобы кататься как-то в системе, наверное, прирайд. То есть, это не рейсовая совершенно машина. Но при этом, конечно же, он будет вырезаться лучше, чем любой надувной кайт. Это хорошо заметно. Например, здесь, во время кайт сафари, мы брали кайт приблизительно одинаковые подтяги. Джин, эскимо и другой надувной кайт. Вот заметно, насколько джин эскимо вырезается круче на ветер за счет того, что он просто парафойл. Как я уже заметил, джин эскимо очень хорошо вырезается на ветер, но, безусловно, есть отличия от дувных кайтах. И в основном сейчас большинство людей катается именно на кайтах дувного типа. Так вот, самое главное отличие относится к управлению этого кайта. Оно, так скажем, задумчивое, замедленное. Кайт не сразу отвечает на ваши рулевые действия, когда вы им управляете. И вот к этому приходится действительно привыкать. Что касается скорости разворота, то на самом деле она такая же, как и у любых других кайтов, размером где-то 10, 11, 12 метров. То есть кайт достаточно быстрый и кайт лупы на нем делать можно вполне уместно, но все это нужно делать чуть-чуть заранее. Нужно отметить управление тягой на этом кайте. В первую очередь она практически не ощущается на планке, а полностью передается к вам через центральные стропы. Это такое некое напоминание о кайтах типа, скажем так, на 10-летней давности. И вот те, кто катались на этих кайтах, эти ощущения понят, ценят и очень рады будут попробовать это еще раз. Эскимо отлично подходит для катания в стиле фристайл. Особенно нам понравилось кататься в рейхстайл стиле, то есть снимаясь с трюка, распуска на планке. Просто отличнейший перехватывает очень легко. Но безусловно кайт нельзя ронять в данном случае в воду. Один раз мы его роняли и сразу же больше поднять не смогли. Прыжки на крюке требуют некого привыкания. Кайт тянет не сразу вверх, а после того, как вы его, скажем так, агрессивно туда отправляете. И очень важно хорошо толкаться, тогда получаются мощные и продолжительные полеты. Очень понравилось ощущение от катания на кайте в том плане, что вся тяга передается на райдера. Вы, когда едете на нем, такое впечатление, что вам это дается как-то легче, чем на тех кайтах, у которых сильно нагружена планка. Отдельно хочется отметить систему с пятой стропой у этой модели. Это говорит о том, что кайт очень безопасный. Если вы активируете пятую стропу, кайт полностью теряет тягу. Итак, для кого же кайт? В первую очередь, для тех, кто катает зимой, катает немного, долго. Уходят какие-то, наверное, полудальные марафоны. Долго-далеко катают. Почему? Потому что надежность у парафойла действительно чуть больше, чем у него. Психологически даже, как вы знаете, это легче. Второе. Кайт отлично подходит для катания в стиле фристайл зимой. Нам очень понравилось кататься в стиле вейтстайл, потому что нагрузка на планке сразу же пропадает, как только вы вылетаете. Интересно, легко просто перехватывать. Ну, нужно, конечно, иметь в виду, что после того, если у вас что-то пошло не так, и кайт падает, тупоту передопустить получается иной раз дольше, чем с зимой. Джина Симо – отличный парафол для продолжительных фрирайдов и стиле фристайл зимой. С вами был Музалецкий Денис. Кайт Мафари Кайт Спорт с египетской земли. Всем до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok